Привет! Сегодня важный большой футбольный день. И нам, украинцам, конечно, намного проще, чем нашим диким соседям. По той причине мы болеем за нашу сборную, вообще болеем за Украину. При любой погоде, при любом виде спорта или какого-то другого соревнования. Потому что все просто, страна у нас одна. А вот нашим соседям сегодня, ну, очень не повезло. По той причине в футбол смотреть будут все, а играют исключительно русофобы. И два четвертьфинала. Смотрим. Чехия-Дания. Дания, команда просто унизила в футболе совсем недавно россиян. А Чехия официально признана недружественным государством для Российской Федерации. Второй четвертьфинал ничем не лучше. Англия-Украина. Украина, понятно. Мы в списке врагов России занимаем почетное второе место, согласно соцопросов. А Англия, ну, англичанка им все время гадит под дверь. И история с Дефендером тому подтверждение. Конечно, в России есть люди, которые будут поддерживать и болеть за сборную Украины. Это дело каждого. Я вообще считаю, что пусть победит сильнейший. Главное, чтобы там была Украина среди победителей этого матча. Точнее, матчей. Поэтому вболеваемо за желтого сынью команду. И что? Тут важно. Ведь политика, когда говорят, что она отделена от спорта, ну, все прекрасно понимают, что это не так. Особенно тогда, когда играют национальные сборные. В политике, как и в спорте, главный результат. Так вот, я все-таки одну такую серьезную тему сегодня затрону. Так сказать, в продолжение мысли про один народ. Как недавно, очередной раз сказал Владимир Путин. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. И я корреспондент Унион Москвы. Называем здесь вещи своими именами. И на самом-то деле, тут, пока мы спали, произошло очень интересное событие. Очевидно, Путин, он не только против украинцев, но еще и против россиян. На основании чего я делаю такое смелое заявление. Все просто. Давайте-ка послушаем самого царя. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС и из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах. Заявление смелое. Путин его сделал на форуме регионов России и Беларуси. Он сказал, что белорусы это братский народ. Песков позже уточнил, что братский белорусский народ это синоним один народ с Украиной. И вот Владимир Владимирович говорит, «Как же так? Эти европейцы поганые ввели санкции против. Страдают же рядовые белорусы, простые люди и сами жители Европейского Союза». Сказал? Сказал. Було таки. Було. А что же дальше? А дальше все очень просто. Все как в одной песне. Никогда мы не будем братьями. Опять политика как спорт. Главное не вот эти вот дебильные словечки, которые должны расхолодить часть украинского общества. Главное решения, которые влияют на жизнь граждан. В нашем случае граждан Украины. Ночная новость. Правительство России запретило ввоз сахара и макарон из Украины. Ну, макароны, они, наверное, считают, что только свои могут накручивать гражданам России. Логика в этом есть. Но дело в том, что в этом постановлении правительства Российской Федерации, которое подписал Михаил Мишустин, там не только сахар и макароны. Да, они теперь будут еще злее. Потому что касается это продуктов. А моя теория, вы знаете, заключается в следующем. Что тут специально делаются условия, чтобы на российском рынке не было качественных продуктов. Просто когда они едят всякое Г, они нервные, они агрессивные, они управляемые. Так вот, с сегодняшнего дня для ввоза в Российскую Федерацию из нашей прекрасной страны включены в соответствующий расширенный список. Что мы там видим? Ячмень, минеральная вода и газированные напитки, сладкие или со вкусоароматическими веществами. То есть, кока-колу, произведенную в Украине, уже сюда не завезешь. Майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, макароны, о них мы уже говорили, пальмовое масло и фракции в таре, нет там массой 20 тонн. То есть, очевидно, размером больше или меньше поставлять можно. Ну, я даже не знаю, как они могут без пальмового масла, а с чего тогда будут делать русские сыроделы и сыровары сыр, если не будет пальмового масла. Что еще они запретили? Готовые или консервированные мясные продукты, готовые или консервированные ракообразные, необжаренная какао-паста, попкорн и продукты типа мюсли, готовые супы и бульоны. Как вы думаете, кто от этого пострадает? Украинские производители некоторые, которые продолжали работать на российский емкий, объективно, рынок, пострадают. Вы думаете, это затронет Петра Алексеевича или Владимира Александровича? Петра Алексеевича нет, по той причине, что Рошен запрещен, по-моему, еще в 2013 году. А Владимир Александрович, насколько мне известно, в таком бизнесе не был замечен. Что они еще запретили? Запретили также жмых, продукты, которые используются на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных счетов. Кто-то скажет, и я с этим согласен, если здесь в Кремле думают, что они тем самым заставят Украину пропасть от этих суровых санкций. Нет. Но как это странно. Путин так переживает о простых украинцах, называет нас вот этими вот словечками. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Не могу это терпеть. Ухо режет. А на практике вот такая вот фигня. Это при том, что это постановление, оно же расширенное. То есть первый раз соответствующее постановление в российском правительстве приняли еще в 2018 году. И это все во исполнение указа дорогого для россиян президента России Владимира Путина. Так что, если мы еще вспомним, что россияне ввели продембарго наравне со странами Запада против Украины. А тут все логично, потому что Украина – это Запад. Мне кажется, вот это вот лишний раз и демонстрирует, кто кому брат, а кто кому враг. Лично я, будучи премьер-министром или президентом Украины, принял бы одно принципиальное решение. Все продукты made in Russia, которые можно производить самим или купить где-то в другом месте, просто на украинском рынке забанить. Абсолютно все. Ну, так сказать, с братским приветом. Ну, есть у нас в этом плане некоторые проблемы. Тут как раз и лоббисты работают, и рынок Украины, понимали, для российских производителей не менее ценен, чем для украинских, российских. Вот такая вот фигня-малята сталась в российскому лисе. Ну, а мы что? Мы с оптимизмом смотрим будущее по той причине, что от этого нам по большому-то хуже, по большому-то счету хуже не станет. Да, они готовят нам большую жирную газовую свинью под 30-летие независимости, но об этом поговорим вполне возможно сегодня на стриме, который начнем в 21 час по Киеву, а закончим ровно в 21.59, чтобы насладиться игрой нашей прекрасной команды. Вболеваемого за сбирну, вболеваемого за Украину. Лайки, подписки, все это приветствуется. Понимаю, хочется праздника, но серьезные новости политически никто не отменял. Патронам, патронесам респект.